Империя против Virtus.pro. Именно эти команды играют в матч в формате Best of 3 за первую путёвку от СНГ в Диснейленд. С вами Тексас, погнали! Поймали, Соло разминают, есть Клэпчик, ну и у Орг по проблеме огромный Сезаршоку Саюша, ну тут явно имперцы не отпускают. Вопрос, кому фраг, фраг для Саюша. Весьма необычно видеть Сэн Кинга в текущей мете, и сейчас его ещё и провожают в леса. Очень мало КП осталось, Кингер наспамливает, и есть третий удар. Подкопа от Паши на размен, стихи пошли, но этого не хватает Паши, благо Кингер убивают. Есть размен 1-1, Роджера провожает Антимуак, Дрим, готов поддушить, но, увы, через Шаду Реалм ты его никак не добьёшь. Стандартный, который руны под баунтос, и у нас команды вышли, но тут поймаем Адена и ВП нагрызают. Медведь боевой от Виртус Про, избивает Мадена, это минус, но, правда, имперцы дают телепорт, и, возможно, попытаются здесь наказать. Кингер ломает просто баунтиру, ни себе, ни людям, окей, понятно, но, правда, теперь огребает. Станчик от Роджера, есть ДПС от Рамзес, это ещё один фраг для команды Виртус Про. Телепорт он от Тимуака, за кем выезжать будет, за Дарк Виллов, есть Лакишот, нормально работает Пангольер. Ну и Эржан, вставай, он же Кодос, на пару с Дривом совершает фраг. 6-4. Уже в таверне отдыхаешь из Шаман, здесь подавили Дарк Виллу, но там был Шаду Реалм. Пытается учиться, есть подкоп под Паши, поливок от Дарк Виллу, нормальный минус для команды ВП. Отомстили за павшего Алексея, ну и тут Модена. Подцепили на стан, нужен подкоп, до подкопа ещё одна секунда. Пошло заведение и просто Сайланс в линцо залетает по бедному Кенгеру, он отправляется в таверну. Шаду Реалм от Дарк Виллу, есть подсейв, такой гаст от Нована. Бедлам пошёл очень больно за Юшу, но он выживает, есть Шеклз и Роджера пытается убить. Террорайс пошёл, но этого не хватит. Это минус Роджер, а в это время подцепили Нована, Пангольер вкатился, ну и это ещё один фраг для Дрима. 5-0-0 у Антимага. Ой-ой-ой, это очень опасно. Рошан падает в копилку ВП потихоньку, но выкупается Брюмастер. Окей, тоже приятно, что выбили байбэк, зарезали Роджера. Это не проблема, здесь поймали Сул, а вот сейчас уже начинать совершить траблы. Падает Медведь, Рамза субольна, есть новый Мишка, пошёл Феллс Промис. Варды поставлены от Саюша, подкоп неплохой от Паши. И он не кастует свой... Ах, нет, нормально, пошёл битцентр. Меку, он пока не кастует, даблки для Дрима. Гуд гейм, вэллплей, чего? В смысле? ВП у вас как бы Т2 стоят, даже Т1 есть. А почему гуд гейм, они только 4 козлота лузают? Я надеюсь, что кто-то мне в комментариях объяснит, почему так. Неужели они решили, что всё, Антимаг слишком жирный, и давайте сдаваться, что уже шансов не осталось? Ладно, это как бы правило Virtus.pro, ВП лузают первую карту. И, кстати, я в своём Телеграме дал прогноз на то, что ВП первую карту и лузнут. Если вас интересуют мои прогнозы, мои ставки, то по ссылке в описании, либо же по ссылке в закреплённом комментарии есть вся информация, подписывайтесь. Ну и ждём карту номер 2. Death Profit на второй карте от Virtus.pro. Первую карту уже ВП проиграли, и Империя просто в шаге от путёвки в Диснейленд. Погнали. Бодиблок по Соло, возможно, это первый фраг для команды Имперцев, и Соло тут почти умирает. В это время падает Роджер, и всё-таки первый фраг был на Тине. Совершён, но не отпускают Оракла. Рамзес пытается немного отогнать Имперцев, но Империя далеко уходить не планирует. Пятый левел у Рамзеса, но он сражается, как Лев Львиной, просто заряжает Кингеру в лицо, ну и у Фуриона проблемы, Феррифайр его не спасает. Это фраг для команды ВП, при этом Тине нашёл Дрима, насыпал, задосил, хорошо. Рамзес, лови покушать, покушал Рамзес. Ну, я думаю, он остался доволен. Ну, а снизу там подпуш вышки от Паша. Роджер, Зезал, Эвеллендж, ну а сюда ещё и Фурион. Врывать спруты хорошие, закрыли здесь всё-таки Тине, Тине умирает, а в это время у нас там подспели через Циклон, и пошёл Станчик, это минус по Аутворде Вауру. Дум, да, Телепорт, но Дум никак тиммета не спасает, при этом Виртус Про должны, видимо, подпушить вышку под центральной линией. Да, там даже ультимет не жалеет Ноуан. Дум на Ноуане, есть по нему ещё и чайны, и сбивают. Здесь ДП, ну и нет спасения от Оракла. Всё-таки у него ещё уровень лишь пятый, нет ультимета, а здесь рвать скингер, подцепил он спруты, хорошо съесть нечем. Ну и прыжок от Дрима, очередной фраг для Империи залетает, но всё-таки 3000 золота ведут Виртус Про. Телепортация весьма наглая будет здесь, и там подъезжает Роджер, телепорт меняется, есть Сайланс, чины в кастовую поймали здесь. Немного у нас Деспрофи, вот окружают, хотя нет, тут всё-таки поймали Модена. И вот под Сифоном он тут умрёт, а в это время подцепили кингера, минус два героя у Имперцев, телепорт кастует Союз, ну и всё, больше тут никто не умрёт, ну, дороговато, за экзорцизм лишь два минуса заработали. Рамзес горит, Рамзес под дом, Соло на подсеве, ну, он явно не умирает, а в это время поймали Пашу, но вот, есть подсев, вот Соло, правда, себя теперь севить нечем. Дрим на кости, иди дальше, Истос, неплохой Иссан, разлетает от Рамзеса, ультимет ОД, отличный Сантиклипс, но его не хватает, нужно больше дэмэджа, врывжок от Рима, и, наконец-то, хватает ДПСа по Паше, Эзершок по Рамзесу, Рамзес отдыхает, наверное, прокаст от Тини, накрывают здесь у нас Тини кингера, совершает дэблкил, но уже посмертный телепорт от Рима, но ван без Юла, точнее Юл кулдауня, и сбить ТП-ху нечем. Имперцы кратутся, готовы идти, поймали Соло, въезжает у нас по Союзу, Союзу больно, и там ВП неплохо так на развороте огрызаются по Имперцам, это минус два героя уже у Тим Эмпайр, падает Дум, но это фиаско, вылазка не удалась, и с этим ты уже ничего не поделаешь, минус четыре героя у Тим Эмпайр. Кодос в Блэйкенбаре наяривает по Роджеру, это минус готов, и там Рамзес горит по Думам, неужели бы возьмут, ему очень нужен Сандер, и нужна поддержка от команды. В принципе, он вроде отошел, и сейчас Сандер может вкастовать, вот буквально через пару секунд, окей, Сандер на фулл КП, есть танчик, Рамзесу больно, Хекс, поймали, законтрили, просто законтрили здесь этого парня, Соло тоже в таверну, ну, немного не пошло у Виртус Про, но они были близки к тому, чтобы даже, возможно, завершить матч победой. Виртус Про демонтирует нижнюю линию, здесь въезжает Мадена, как же больно, бедному Думу Дум в таверну, ну, и сторона очень быстро уничтожается. Ну что, Империя, неужели, неужели вы не сможете взять 2-0? Хотя, как бы, шанс того, что Имперцы 2-0 возьмут против ОП, был уж очень мал. Ну, и попытки спидпуша законтрили Рамзес. Правда, при этом снизу Кингар выезжает, понимает, что ушел Дум, что ушел ДП, может подраться, и здесь въезжает Соло-Соло. В таверну Паша пока через Праймал Сплит готов повоевать, но понимает, что пора уже отойти. Все-таки поддержки у него нет, главное уйти нужным воинам, и нужный воин это воин земли. Циклон пошел от Шторма, ну и Паша юзает Станг, кстати, отлично. Ах, не получилось, поймали здесь его начинные, есть Сэнанс, пошел Хекс, Паша как левый львин сражается команда. Помогите, поддержки, помощи, но нет, команда просто ушла на базу. Вертус Про готовы уничтожить последнюю линию команды Эмперцев, и въезжает Маден на Думе в Ноу-Ана, но Ноу-Ан уже поражал ультимейт, он уже поражал Блэкин Бар, и данный Дум ему вообще до фени, бесполезно. Он туда залетает, выживает Роджер, есть Циклон в сторону Эмбер Спирит, пока он в полете, пока он не отпушивает, и это проблема. Кстати, Фармит, он линкит сферу, на контру того самого Дума, есть Сэнс по Дриму, так, Рамзес на крыльево, отлично, Сатаник есть, есть также у него и Сандер, Сандер на фулл хп, и наяривает, Дрим почти в таверне, но почти считается. Все-таки Астралу подсейвал, Рамзес ввык против Кодоса, Эржан, не ложись, не надо, главное вставай. Насыплял уже по Саюшу, Саюша больно, и там почти убили Трублейда, но опять же, почти считается, у него есть Аегис, Сатаник, правда он потратил, готовы мега-крипы от Виртус Про, но так-то имперцы огрызаются, и огрызаются, довольно-таки солидно, и есть, сбитие телепорта, сейчас по ТБ, ну и ТБ тут в таверну, это Тимвайп от Империи, правда, ценою мега-крипов. Да, конечно, Империя смогли сломать линию центральную у Виртус Про, но этого малого П, уже под базой, точнее, уже на базе, въезжает, насколько думал, на Блэйкенбаре, задумил Брюмастера, это весьма приятно, минус Брюм, ну а с байбэком, выкупается Паша, Паша интервала, сейчас вернется, файт обратно, а там подошелся Шуман, без байбэка, Союз уже будет через в таверне, байбэк есть, в принципе, у троицы, команда Империи, что в принципе, неплохо, но опять же, мега-крипы, это главная проблема Империи. Отступают ВП, но я думаю, что будет сейчас файт на развороте, есть врыв, так, проказ, по-думу-думу минус, но с байбэком, ультимейт от УД, не самый солидный ДПС, зашел, конечно, здесь, но хоть что-то нужно, что-то предпринимать, и у нас ВП продолжают катиться, поймали на Хекс Эмбар Спирта, Эмбара облили пивком, Эмбара тут и сбивает Паша прыжок, но прямиком в лапы Тинни, это минус, без байбэка падает Дрим, падает Т4-вышка первая, осталась лишь одна, попадали все внешние постройки, на базе, ну, там унитазик доломал, у нас все-таки Крип, Спартак, как говорится, ну и все, Праймал Сплит от Паши, загоняют на базу Фуриона, есть проказ от Тинни, накрывает здесь Дума, ну и падает Рон, Хата горит, да, это, видимо, 1-1, и нас ожидает третья, последняя, решающая карта, и мы узнаем, какая из команд гарантирует себе первый слот от СНГ в Диснейленд, ну и какая из команд сыграет сегодня еще один матч в формате Б-103 за последний, второй слот в Диснейленд. Вот такие вот драфты на третью решающую, но что, кто же поедет в Диснейленд? Узнаем уже совсем скоро. Соло поджимают, Кингер едет в бой, косо на месте, стан пошел, стан мимо, но тем не менее, у Соло тут нет ауто, уйти, нет телепорта, это фраг для Кингера, и у него уже кимминг спри, при этом орф совещает телепорт, а кстати, там снизу, тоже начинается файт, но ван душит Саюша и задушил. Под пуш в вышке, вот раз этот стан, ай, комбинация, комбинация от команды и перцев пошла, нормально поймали, нормально скомбинировали, есть подкоп по Роджеру, ворованный от Саюша, ну и это минус два героя у Виртус Про, красиво, смог вылазка от Виртус Про, месть за Романа, месть за Роджера, поймали здесь Кодоса, Эржан, ложись или вставай, лагуна пошла, но там прямиком, заходит в Феллс Промис, выживает, конечно же у нас пока на уан, правда Феллс Промис ворует Саюш, очень красиво тут сыграл, падает Соло, въезжает в Морф Паконни, тут есть Клэпчик, ну и избивает Саюша, адаптив страйк, конечная, Рамзес на перекачке, телепорт пошел от Винги, Рамзес перевращается в форму примастера, но он очень плотный, есть стики, убить его будет тут, мне кажется, невозможно, при этом уже на месте Паша, у Паши есть ультимативная, можно будет накрывать, и сейчас подцепили Мадена, так, но Ван на Ворс подловил, нужен свап от Винги, но у Винги свапа нет, они в кулдауне, мультимативная, по конусу пошла, въезжает Морф, есть юла Лины, но этот юл ее никак не спасает, это фраг для команды Виртус Проприт, там стан срабл по Кенгеру, есть рядом Рубен, но Рубик, видимо, никак не спасет, у него лишь Карапасы, да и в принципе свапаться Вингой на Рубена, было бы очень глупо, все-таки Винга пятерка, а Рубик тут четверка, снизу у нас вовсю форме Дрим, ну и Линь подпушивает Ноуан, Аегис, у коллектива Имперцев, Аегис у Дрима, Союз у нас подворвал здесь, пока Фаер Спиртов раскидал, но мимо все полетело, ну да ладно, не суть важно, здесь в пину крадется Никс, и сейчас будет поджимать Империю, Империя играет крайне осторожно, Блэкин Барр есть УТБ, ну и тот самый Аегис Курьер полетел, так, Рубик спалился, за ним выезжают, и все, Рубик тут не ворвется, а он хотел с Вингом влетать, и там залетает Шторм, ой-ой-ой, вот это врывот Шторма, накрывают Империю, минус один, минус два уже, минус три героя, а Егис потерян, ну и Лина там в Инвизе, стоит Инвиз, Имба, и не контрится, адаптив страйк, подцепь здесь пошел, по Шторму, Шторм чудо выживает, это просто фиаско для коллектива Эмпайр, они теряют четверых, и теряют Аегис, ну а Вертус просто ломают вышку по центру, разведка от Роджера, но он спалился на центре, Инвиз, скатрится Нимба, Карапас потраченный, Стан напрямком в Карапасы, но тем не менее, тут патит, демжа по Роджеру, его должны убивать, но въезжает Шторм, месть пошла по Союшу, размен 2 в 1, есть блокинбар, метаморфоза, Рамзесу больно, работает ТБ, Стан по Рамзесу, но он на перекачке, его так не возьмешь, есть вейформа, отступает, ну и Стики, если что, прожмет и вернется, хотя ВП тут все-таки должны, наверное, драться, есть ультимативного башда, Паша для Туртимет, нужно сэвить яичко, яичко, спасить яичко, есть вот такие, хороший подсейф, от Соло, ну и все, не может атаковать Маден, это поражение, очередной файль для коллектива имперцев, но вауан, поймал Кодоса, на Вортакс есть, пойму шотган, хороший подсейф, ой, Винга, куда ты свапаешь, Кодос еле улетает там, ну ладно, окей, он выжил, Винга умирает, но там было очень опасно, взрывается Супернова, отступает Ноуан, маны маловато осталось, хотя и Сирп, если можно продолжать, и Аегис так-то есть у Рамзес, скоро будет шотган очередной, можно будет прописать в Еблейд, Еблейдом кому-то, сбивают Айон Диск Паше, Рамзес пока на форме играется, развлекается, под Ко Пашо, Баймель Мадена, есть врывод Ноуан, Арсаюж, таверну, но с байбэком выкупает Свинга, выкупает Саюж, умирает без байбэка, уже здесь Маден, ну и у Империи сейчас дела очень плачевны, потому что у них перефарм, точнее отставание, двадцатка, а ВП готовы забирать игру уже до конца, ну, Аегис есть, есть перекачки, есть хил, можно в принципе восстановиться и вернуться, хотя есть нюансы с тем, что не все кулдауны сейчас доступны у ВП, но, как мы видим, они в принципе им не так уж и нужны, въезжает Шторм, поймал Кенгара, подкоп пошел, въезжает Морф, ой, как застрелить тут Саюша, он без байбэков, навернячилица, минус кодос, Виртус Про уничтожают, Империю, Империя не смогли, справиться с ВП, даже не смотря на весьма успешную, первую карту, точнее даже на победу на первой карте, и конечно же, на второй карте была неплохая борьба, то есть могли в теории взять 2-0, но не хватило ВП, слишком грозный соперник, и никогда такого не было, и вот опять, Виртус Про едут на мажор, кстати интересно, будет ли ВП у нас в четвертый раз в гранд финале мажора, вот такие хайлайты у нас получились, если понравилось, то прожми палец вверх, конечно же, подпишись на канал, и нажми в колокольчик, ну и, все-таки у меня вот, есть моменты раздумия, вот почему ВП так быстро сдались на первой карте, в принципе, можно было поиграть, но, видимо, они просто решили не терять время, понимая, что, ну, шанс победы был невелик, ну ладно, окей, 2-1 для ВП, ВП на мажоре, ну, с вами был Тексас, до встречи уже в хайлайтах матча Нави, пока. Субтитры сделал DimaTorzok